Да уж, сегодня будет выпуск очень большой и затяжный. Ну ладно, поехали! Хочу предложить вам подписаться на мой паблик ВКонтакте. Там вы найдёте видео, которые не были добавлены на Ютуб-каналы. Ссылочка в описании, переходите, подписывайтесь, я вас жду там. А мы ж поехали, начинаем! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Сегодня мы поговорим о пяти фактах футбольной индустрии, которые вы, именно вы, должны знать. Интро в студию, пожалуйста. Первый факт. Самый продолжительный матч в истории футбола длился 36 часов. Многим любителям футбола кажется, что 90 минут матча – это слишком мало. Самые отчаянные любители могут играть в футбол даже больше суток. Так, на сегодняшний день самым длительным футбольным матчем считается матч, который прошёл с 11 по 12 апреля 2009 года у Великобритании между командой Бристольской футбольной академии и Лиде Беджерс. Этот матч длился 36 часов и завершился победой Лидса со счётом в 285 на 255. Особенно отличился нападающий Лидса Адам Макфи. Он забил 75 голов. В каждой команде было по 18 игроков, которые сыграли примерно по 18 часов. В среднем игроки пробежали за этот матч по 70 километров. При этом даже во время перерывов игрокам нельзя было покидать поле. Второй факт. Гренландия не может вступить в FIFA, потому что на острове растёт слишком мало травы. Давайте же разберём это поподробнее. Гренландия находилась под полным управлением Дании вплоть до 1979 года. В качестве колонии и имела ограниченную автономию. Но с начала 80-х годов Гренландия пытается получить большую независимость и быть признанной в качестве самостоятельного государства. Одним из путей для достижения этой цели является спорт. Например, гренландские федерации тэквондо, баддентона, гандбола, волейбола, биатлона и настольного тенниса получили полноправное членство Международной федерации спорта. Но, к сожалению, футбольная федерация острова до сих пор не может получить членство. Всё дело в том, что зелёный остров для этого недостаточно зелёный. Руководители FIFA утверждают, что отсутствие подходящей травы и погодные условия на острове делают его непригодным для надлежащей практики футбольной команды. Поэтому членство FIFA не может быть предоставлено именно Гренландии. Третий факт. Самый крупный счёт в истории футбола. Матч, который закончился самым разгромным счётом в истории, состоялся на Мадагаскаре. Чемпион Мадагаскара по футболу команда АС Адема выиграла матчи высшей лиги страны у команды State Olympic и Мёрд за счётом 149-0. Установить такой мировой рекорд помогли сами проигравши. В знак протеста против несправедливого решения рефери, Olympic стали забивать мячи в свои ворота. И успели до конца матча забить 149 штук. Чем и вошли в историю футбольной индустрии. Четвёртый факт. В Корейской Народно-Демократической Республике за проигрыш в футбольном матче можно попасть в концлагерь. В августе 2011 года по распоряжению власти Кима Чена Хуна, тренера сборной Корейской Народно-Демократической Республики отправили в концлагерь заниматься тяжёлым физическим трудом по 14 часов в сутки. Руководство Северной Кореи посчитало его виновным разгромным поражением со счётом 0-7. В Пхеньяне футболистов допрашивали целый день, и тренер взял всю вину на себя за неверно выбранную стратегию. Этим он, по мнению экспертов, спас жизни футболистов. После чемпионата мира 1966 года, когда северокорейская сборная добралась до четвертьфинала, за проигрыш в лагеря отправили всех игроков за исключением одного нападающего. Пятый факт. Существует трёхсторонний футбол. Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 90-х годов придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три команды на шестиугольном поле. Оборота команд расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех команд. Главной идеей создания такого вида спорта автор считает разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по трёхстороннему футболу, как правило, не системны и приурочены к фестивальным выставкам или крупным политическим событиям. Продолжение следует...